вот так вам будут подавать фрукты обязательно ананасы клубника такой вегетарианские есть не с колбасой понимаете а вегетарианские вот такие у нас это натуральный йогурт посмотрите какие красивые упаковочка вот это наше любимое это каждый раз мы обязательно даже у себя на эти белые такие вот штучки нам очень нравится овощи ну конечно же антивелнет есть а вот здесь посмотрите какая подача посмотрите как красиво то есть такая и вы понимаете что не просто что год там дает шампанское премьерное советское шампанское даже какой там бывает вегестанская хорошая шампанская настолько итальянское шампанское прозвика очень дорого 900 рублей выше и гристое вино очень-очень вкусно и всем рекомендую да за этот год у меня очень много на данный момент я старший директор в открытом названии 20 и пусть не собираюсь открыть исполнительного директора мое утро начинается со стаканчика коктейля wellness и зарядки с открытием нового звания и с получением таких шикарных доходов жизнь просто очень куда изменились после приезда от вас как раз мы сделали ремонт полностью дома вообще все что там было бутвены, трубы, все сделали у нас наши знакомые заходят и говорят как будто мы запали куда-то в квартиру начали путешествовать с детками мы побывали в Египте и в апреле месяце в Таиланде сейчас мы в Ангеле зашли с мужем поедем в Питер это была его мечта, он там никогда не был и на день рождения я подарила ему поездку в Питер то есть дышим свободной полной грустью при этом еще откладываем сейчас на сочетение своей новой мечты мы хотим приехать в другой город и уже там купить большой дом все таки пусть даже не корректно но скажи сколько стоит твое платье это я думаю что все девушки 80 Director 89,000 рублей 89,000 рублей стоят платье Мы купили ни одного платья Всем добрый день Прият в Москве нас зовут Вож personagem Антона и Ирина сегодня мы отрываем script исполнителям рекордом проверить ребенка Уху! Охоти! Управляем. И вопросы есть? Да, у нас есть вопросы. Скажите, пожалуйста, с чего начинается ваше утро? Как изменился образ жизни, когда вы вошли в топовую команду? Может быть, поменяли магазины? Может быть, поменяли путешествие, машину? Что-то изменилось в вашей жизни? Орифлейм всегда был частью нашей жизни. И нам уже трудно разделить отдельно нашу жизнь Орифлейм. Все перемешалось для нас. Друзья здесь, партнеры здесь. Мы вместе на всех праздниках, мы вместе на семейных вечерах, мы работаем вместе с командой. Поэтому для нас это одним словом мы можем сказать, что мы живем здесь так. Мы живем, воплошая свои стремления любить, быть востребованным, учиться развиваться и получать удовольствие от жизни. С чего начинается ваше утро и какие действия делает в течение дня чаще всего? Утро начинается с раунда с коктейлями. С раунда с коктейлями. У нас утро начинается с того, что ребенок открывает нам глазарды. И будет у нас трое ребятишек маленького 2 года. И две дочери исследуют. Поэтому утро начинается у нас в семье. С того, что все дети принимают коктейли, но дети принимают коктейли, наши родные продукты. Мы проверяем с утра, как после завтрака. Мы всех порадовались с новым днем. И мы проверяем наши каналы коммуникации. Проверяем, скаем, чат, проверяем ватсап. Мы с утра отвечаем, как коктейли чистить. Мы отвечаем на все вопросы, возникающие в команде. И потом мы опять в семье. Мы спираем, мы обедаем. И после обеда мы можем еще заняться другими вопросами. Уже на выезде. Таким образом, мы в день складываем. За вечером забираем в день сада. И опять мы с семьей. После этого дети укладываются, мы опять в реплей. Так у нас на день. Поскольку у вас заканчивается рабочий день тогда? Он не заканчивается. Он не заканчивается. Даже во сне вы продолжаете работать. Так как мама в детеке, все во сне работают. Но чутка, когда дети спят. Поэтому для нас это график такой немножко сейчас перевернутый. Но когда есть маленькие дети, это нормально. Что мы продолжим за два и три ночи. И я вижу наших растущих лидеров, которые делают звание в пятой команде. У них тоже молодые родители. И мы лучше в этом вопрос решаем тогда, когда дети спят. Пока такой график был отличный. Антон, машина какая была до Ори, какая сейчас? До Ори. До Ори вообще не было машины. Я хочу сказать, что, друзья, вы знаете, здесь важно очень четко понимать, что не столь важно, сколько вы времени тратите. А самое важное, на что вы его тратите. Потому что можно весь день быть в Арифлейм, абсолютно весь день. Позить помадку одному клиенту, забирать у второго, посидеть в офисе и не заработать ни копейки. Почитать чаты, да, смайлики поставить. А можно распределить себя время так, что вы будете проводить 3-4 встречи и будете очень активно расти. Поэтому здесь важно понимать, что Арифлейм это не баночки с кремом, а это система образования, которую получаете вы сначала, потом важно эту систему передать своим людям. Вот это самое основное здесь. Ведь мы сюда пришли не за директорской квалификацией, чтобы сказать, вот сделай это, сделай то, суда. Мы пришли делать огромные бриллиантные исполнительные президентские квалификации. Такие большие квалификации они указаниями не делаются. Они делаются измененным стилем жизни, измененным сознанием. Когда вы уходите от менталитета рабочего банана, сделал, получил деньги. И приходите к менталитету бизнесмену. Это видение того, что я хочу. Если это бриллиантовый директор, то вот займитесь не выполнением каких-то инструкций, а поиском этих шестерых людей. Поиском этих шестерых людей, которые изменят свои жизни, которые изменят жизни, например, сотен, тысячных лет, как и в земля. По поводу машины, до Арифлейм у нас не было никакой машины. Сейчас нам подарили Вольво, новый, новый Jeep XC из салона. В принципе, до этого у нас Land Cruiser был, тоже, в принципе, хороший автомобиль. Куплены на деньги Арифлейм. Это максимальная комплектация, кожа-рожа, все, что можно. Вот. Поэтому, собственно, уже когда мы говорим о квалификации выше бриллиант, наверное, машина это уже, само собой разумеется. То есть, это хорошая машина. Безопасная, красивая, дорогая машина. Ну, говорить здесь нужно, наверное, все-таки о команде и о поиске вот этих правильных людей. Потому что, если у вас есть правильные люди, они сделают огромные квалификации без вашего участия. Если у вас команда из неправильных людей состоит, то, сколько бы вы ни вкладывали в них времени, все это разрушится примерно через год. Поэтому желаем всем вам найти свою правильную, ничемную команду. чем измеряется успех? Каждый определяет по-разному примере успеха. Кто-то считает, что рост баллов. Или там количество полученных там, госваров, зума и еще чего-то. Мы измеряем успех количеством лучших партнеров. Если это менеджер, то каждый каковок мы оцениваем, есть ли новые новые лидеры в команде, есть ли новые 6-процентники. Если мы оцениваем эффективность директора, то мы уже смотрим на количество директорских его групп. То есть нам не настолько важно иметь директорскую группу с отступить с 40 тысячами баллов. Для нас это некий директор эффективности. Директор эффективности ты стал директором. И второй вопрос, иногда ты и люди откроют свои директорские звания. Поэтому сама директора, кстати, она эгоистична. Здесь нужно думать о том направлении, о том, что нужно помочь людям заработать деньги. Людям, которые вас поверили, людям, которым вы обещали заработать, сделать все и использовать быть открытым ко всем новым ресурсам, инструментам и методикам для того, чтобы этот результат делать вместе с ними и везде в команду. Для нас сейчас корпус на бриллиантовую команду. Для нас сейчас норма это бриллиантовый директор в команде. Поэтому мы об этом сейчас везде говорим, везде несем сообщение о том, что минимальный, несбираемый уровень в компании «Рикланд» это уровень бриллиантового директора. Поэтому мы вам желаем стремиться как можно скорее войти на этот уровень финансовой безопасности и уже пусть это будет первый старт ценной квалификации. Потому что автомобиль, да, во-первых, в компании включили пользу с доходом все 70 максимум. в компании путешествия за три года по всем странам с вами, ну и помимо того, еще в Сочи и приемлемо в Аймите на городах в нашей стране. Мы с вами вместе с ним и находимся с ребенком. Ну, если не путешествуем, конечно же. Это для вас, наверное, самое ценное. Ну и окрушение, да. С кем поведешься, от того и наберешься, обычно говорят. Здесь то же самое в бизнесе. Когда ты общаешься с позитивными людьми, с людьми, которые достигли высоких высот, естественно, ты стремишься, конечно, к таким же результатам, не меньше. Да? Как день проходит у мужчины в Эрифлейн? Как день проходит? Ну, утром, когда я просыпаюсь, я занимаюсь ребенком, ложу в садик, и все прелести жизни с детьми были на этом. Все в курсе я был. Дальше уже идет как-то рабочий день. Затронность ключевой команды, какие-то вебинары, встречи, презентации. В течение всего дня, в течение каждого дня мы устраиваем бизнес в нашу жизнь. Я, кашу, фитнес-тренировки, у меня персональный фитнес-тренер, в ресторанах, если где-то в кафе, то у нас всегда визитки при себе. То есть мы интересным людям, которые встречаются в нашем пути параллельно, массаж, как делать сейчас ключевой партнер, она пришла. Мы не разгонячиваем бизнес, жизнь, у нас все это вместе. Главное, любить просто свое дело. Приниматели. Ольга Колтон и Алексей Колтон. Я ее суббру. Значит, нам задали вопрос по поводу стиля жизни. Так вот, друзья, что я хочу сказать. Когда я начинал этот бизнес, я думал, стиль жизни это красивые автомобили, это красивый дом, это какая-то дорогая одежда. Сейчас, когда это все уже есть, я понимаю, что стиль жизни успешного человека это, наверное, дело, которое он ведет. Дело должно отражать все его ценности семейные. Ольга, она недавно проводила вебинар по деньгам, просто офигительный. Она сказала очень важную вещь, которая меня в полности провела как бы апгрейд мозгов, как это принято сейчас говорить. для того, чтобы, друзья, у каждого из нас, кто имеет деньги, нужно стать экспертом в своем области. Только к людям, которые знают дело, они могут про это рассказывать. Это, кстати, секрет успеха, почему у многих не получается. Нужно вникать глубоко в это дело. Вот в этом году я посетил порядка 30 раз тренингов на обществу на 250 тысяч рублей. То есть вы продолжаете учиться? Я продолжаю учиться. Почему? Там 99% на самом деле мне было не нужно. Но я в них вопрос, интернет-маркинг и сегодня спокойно не владею. Поэтому передаю слово Оле, потому что она создает вот этот стиль жизни, который мы делаем, и это все от нее зависит. Ольга, скажите, пожалуйста, для вас топовое звание. Это работа по инструкциям или все-таки... Ну, в том случае, конечно же, потому что для женщины вообще важен душевный настрой и то, что хочет ее в душу слушать. Хотя для мужчины возможно какие-то инструкции важны, потому что мужчина это достигатель и ему важно идти к своей цели. Для женщины важно притягивать свою цель и знать точно, чего она хочет. Если женщина то ли хочет, то ли не хочет, то ей ничего не будет. Потому что мужчина, если он любящий мужчина и, в общем-то, хочет его задачу защитить женщину, он добытчик изначально. Если он хочет для женщины кинуть к ее ногам, то ему нужно обязательно четко озвучить, что кинуть. Точно. Что кинуть к ее ногам. А мы, женщины, очень часто начинаем сомневаться. Поэтому сомнений никаких нельзя. И часто говорят, деньги портят человека. Я всегда говорю, деньги проявляют человека. Потому что, когда у женщины появляются деньги, она может себе позволить очень многие вещи, которые до этого не позволяло в силу каких-то причин. И эти оправдания всегда можно найти в себе. Лучше их не искать, лучше, чтобы были деньги и вести роскошную жизнь. Да, потому что роскошная жизнь это, например, посидеть где-то в уютном месте, пообщаться. Это тоже стиль жизни. Это пообщаться с детьми, с внуками, с детьми. И вот, мужчины, слушайте женщин. Я вас очень прошу, друзья, слушайте женщин, узнавайте, чего они хотят, конкретно. Просто делайте, давайте им. Чтобы они были всегда счастливы. Для женщин очень важно много хотеть. Очень много хотеть. Чем больше, тем лучше. Классно. Спасибо большое. Всего доброго. Рассказывайте. Здравствуйте. Меня зовут Эдуард Васильев. Приветствую всех предпринимателей и тех, кто встает на постпредпринимательство. Какое-то количество времени назад, это было много лет назад, мы также приняли решение войти в команду предпринимателей. То есть, до этого мы работаем вместе с моей супругой с Натальей. То есть, мы наймовые работники. В принципе, думали, что будем все время жить, ну, в том стиле. Пришли в предпринимательство по двум причинам. Первая причина не была уверенность в завтрашнем дне. И вторая причина, конечно, захотелось жить лучше. Сейчас это мы уже называем стиль жизни. Хорошо работаем, хорошо отдыхаем. Конечно же, благодаря этому бизнесу наша жизнь в корне изменилась. Ну, например, несколько дней назад мы вернулись из Милана. Это были наши миланские каникулы. Буквально через неделю мы отправляемся на Байкал, а потом на Камчатку. И при этом мы развиваем бизнес, строим бизнес. Бизнес развивается онлайн, работаем много, отдыхаем много, много зарабатываем. Я люблю автомобили. У меня, например, благодаря этому бизнесу Мерседес, Е-класс, купе. Те, кого мотивируют, это понимают, о чем речь. Плюс внедорожник премиум-класса за 100 тысяч долларов. И это еще не предел. Ну, в общем, друзья, предпринимательство на самом деле есть в крови у каждого. Просто нужно его развивать. Всегда. Я желаю вам успешного семинара и жизни, в стиле хорошо работаем, хорошо отдыхаем. Спасибо. Всем добрый день. Мы коситься Екатериной Виталий, фронтельно-директора компании «Рибуэм». Работаем семейным контрактом. Пришли в «Рибуэм», будучи молодыми, 22 года, сразу живут до окончания университета. Знаете, как изменилась наша жизнь рукоренным образом? Я вообще не знаю, что бы вы делали, если бы нам на пути не встретилась такая возможность сотрудничества с компанией «Рибуэм». Сначала мотивируют материальные мечты. Это квартира. Купили большую квартиру по сторонам. Это машины, два автомобиля у нас, пикусского класса. Путешествия и так далее. Ребят, «Рибуэм» может это все дать, но важнее намного. Это эмоции, яркие впечатления, которые вы получаете в этой компании. Это стоит таких больших денег, которые циклы просто эти еще не придумали. Мы в Испанию, в Барселону на свою первую золотую конференцию ездили 10 лет назад. Я как сейчас помню, как нам там понравилось, как было здорово. Эмоции, они не стираются, они на всю жизнь с вами. Этих эмоций очень много в «Рибуэм». Поэтому мы вас приглашаем не только в материальный мир, но и мир ярких эмоций, напоминающихся, которые вы пронесете через всю свою жизнь. Жизнь измеряется не количеством прожитых, а количеством ярких событий. Здесь год идет 23, потому что очень успешная жизнь. И мне еще очень важно, что вот так как дети занимаются профессиональным спортом, что есть возможность, так как мы живем на Дальнем Востоке, например, нашу дочь отправить в Сочи, в Агере, к Олимпийскому чемпиону, в Агра. Есть возможность не просто ее отправить, а тоже сделать так, что приехать туда самим, попроведать ее, потому что когда есть деньги, есть возможность не просто отдыхать раз в год, а есть, можно самим планировать свою жизнь и помимо отдыха еще уже в Агенте различные поездки в незапланированные регионы. Все, что касается развития детей. Всем успехов! Пока-пока!